Доброго дня, уважаемые коллеги. Сегодня разговор про стимулирование покупки высокотехнологичного оборудования, российской радиоэлектроники, российского программного обеспечения. То есть правительство поддерживает не только разработчиков, производителей высокотехнологичного продукта, каких-то решений, но и стимулирует сбыт этого самого продукта. Каким образом? Предоставляя льготу покупателю, то есть разработчик какого-то технического решения, интересного продукта, может апеллировать к своему покупателю, сказав, приобретая у меня это самое изделие в качестве объекта, допустим, основных средств или нематериальных активов, программного обеспечения, ты можешь получить трехкратную налоговую выгоду. То есть ты же работаешь, например, на общее 7 налоговложений с налогом на прибыль, с НДС, да, покупая, допустим, у меня электрозарядную станцию для электромобилей постоянного тока, там, мощностью от 150 кВт, да, можешь получить трехкратный налоговый вычет. Каким образом? Амортизация этого приобретаемого оборудования, который становится для покупателя основным средством, обычно классический способ это срок полезного использования или срок жизненного цикла, например, да, или амортизационная группа, или срок полезного использования согласно амортизационной группы, это количество лет или месяцев, в течение которого этот самый продукт амортизируется, да. То есть это, конечно, не путать с физическим износом, скорее, наверное, отчасти отражает степень физического морального износа, но предприятию разрешается перенести стоимость этого оборудования на себестоимость, значит, включить в цену своей уже продукции, да, в течение срока полезного использования, допустим, электрозарядная станция эксплуатируется в течение пяти лет, да, это значит, что годовая ставка амортизации это 20% от стоимости приобретения, да, допустим, приобрели эту станцию за 10 миллионов рублей, 2 миллиона рублей ежегодно разрешается относительно себестоимость включать в цену, уменьшать таким образом, относительно себестоимость уменьшать свой налог на прибыль. Так вот, приобретение в качестве объекта основного средства этой самой электрозарядной станции при условии, что номинальная мощность, допустим, менее 150 киловатт, а коэффициент полезного действия более 96%, да, позволяет покупателю относить не 2 миллиона рублей ежегодно, а 6 миллионов рублей с коэффициентом 3, с трехкратным коэффициентом. Это означает, что за 5 лет эксплуатации он сможет отнести на себестоимость уже не 10 миллионов рублей, а 30, то есть 5 лет по 6 миллионов рублей. Таким образом, от этих самых 30 миллионов рублей снижение налога, облагаемой базы, да, ставка там налога на прибыль, допустим, 20%, это 6 миллионов рублей чистой выгоды плюсом. То есть, если бы отнесли 10, то это было бы, допустим, там 2 миллиона, 10 миллионов рублей на амортизацию, сэкономили бы 2 миллиона рублей по налогу на прибыль ставка 20%, да, если по стандартной ставке по общей оплачивается. Вот, в случае ускоренной амортизации 6 миллионов рублей, то есть плюс 4 миллиона рублей. Фактически бюджет дарит такую, ну вот, своеобразную скидку покупателей оборудования, да. Вот, и такого перечня много, ну, например, там по 600-му постановлению есть несколько видов высокотехнологичного оборудования и предусмотрен определенный критерий этой высокотехнологичности, либо снижение потерь, либо коэффициент полезного действия КПД, да, или там удельный расход, не более, ну, допустим, КПД чаще всего не менее, например, да, чаще всего встречается для тех, у кого с соблюдением индикатора вот этого самого параметра энергоэффективности, да. Вот, то есть это высокоэффективное энергетическое, допустим, да, высокоэффективное энергетическое оборудование. Вот, есть, например, по электросистемам, есть по генерации, есть там по водороду, да, есть по пылеугольному топливу. По нефтяному газу, компрессоры, разные теплообменники, насосы, да, то есть вот есть определенная группа, к которым не привязаны еще и критерии, например, самоэффективности. Это шестисотое постановление, допустим, здесь у нас с коэффициентом 2, да. Есть с коэффициентом 3, ну, например, радиоэлектронное оборудование, то есть российская электроника, включенная в реестр 719-го постановления, там уже коэффициент 3, вот. А есть, например, еще так называемые технологии, наилучшие доступные технологии, отраслевые организации постоянно обновляют этот самый перечень справочников, так называемых, да, справочников наилучших доступных технологий. И вот здесь уже список этих самых видов оборудования, да, он уже исчисляет несколько тысяч позиций, да, то есть, ну, вот, по крайней мере, 3000 позиций, да, уже есть. И этот список постоянно пополняется в зависимости от обновления списков перечня наилучших доступных технологий. Здесь самые разнообразные, и не только для радиоэлектроника, не только IT, здесь энергетические какие-то вещи, осушитель, например, да, то есть, колонны, гидроциклоны, ящики, электрофильтры, много-много всего, много разных вариантов. То есть, с этим списком можно ознакомиться. Постановление 1299. Также, кто не в курсе, российское отечественное программное обеспечение, если приобретается в качестве материального актива, то есть, надо приобрести исключительные права, не лицензию на использование исключительных прав, а именно исключительные права. Ну, например, разработать, купить софт у софт-варной компании, как услугу, например, да, или приобрести полностью исключительные права. Вот, все правообладание. То покупатель этого самого нематериального актива в виде программы для ИВМ или базы данных тоже может вычесть из себестоимости, добавить себестоимости, то есть, вычесть из налогооблагаемой прибыли с коэффициентом 3 затраты на амортизацию этого самого нематериального актива. Вот, и, судя по всему, список этого высокотехнологичного оборудования, он будет расширяться. Вот такая вот интересная есть особенность для стимулирования покупки российских решений, IT-решений, радиоэлектроники, высокоэнергоэффективных решений, а также оборудования с использованием наилучших доступных технологий. Обращайтесь к нашим экспертам. Мы консультируем и по этой теме тоже. То есть, здесь достаточно много нюансов, многие не в курсе. Многие разработчики, например, следят только за субсидиями, налоговыми льготами для себя как разработчик, там, IT-компания или разработчик электроники. А для покупателей вот этот, допустим, момент упускается. Вращайтесь, можно комплексно рассмотреть величину вот этих самых налоговых эффектов и подготовить, ну, так называемое универсальное, наверное, торговое предложение своим покупателям с использованием еще одного конкурентного преимущества. То есть, в данном случае государственный ресурс работает на определенные конкурентные преимущества вашей продукции, если оно у вас в соответствующем реестре или в соответствующем списке, в соответствующем распоряжении правительства, да, вот, или в реестре отечественного ПО, ЭВМ и баз данных, или в реестре российской радиоэлектроники 719-878, да, или в реестре наилучших доступных технологий, оборудования, да, 1299 распоряжения, или в реестре высокоэнергетического оборудования в 600-м постановлении, то можно вот таким образом преподнести своему покупателю его выгоду от приобретения вашего оборудования. То есть, в данном случае государство помогает вам и в рыночном продвижении, в стимулировании сбыта вашей продукции. Удачи вам в реализации ваших проектов, обращайтесь к инструментам государственной поддержки, используйте их правильно. С вами был консультант решения Вернер.РФ Сергей Маслюхин.